Расскажу вам, что мы планируем в осеннюю сессию, какие законопроекты находятся в комитете и какие личные инициативы планируются мной в осеннюю сессию. В комитете на сегодняшний день находится 26 законопроектов. По ним комитет выступает профильным. Многие из них внесены еще в 2008, 2009, 2010 годах. Некоторые потеряли свою актуальность в связи с принятием нового закона об образовании. Но наиболее важное я все же освещу в своем выступлении. Вам известно, что Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о Российской Академии наук и о государственных академиях. Он принят во втором чтении. Возврат к первому чтению маловероятен. Нужно понимать, что сами же ученые, те, кто занимается наукой, да и я, например, имею три патента на изобретение, знают, что наиболее интересные решения, которые потом много лет цитируются, за которые ученые получают Нобелевскую премию, совершаются в крайне сжатые сроки, в очень сложных условиях, а не в комфортных условиях, когда есть много времени, ресурсов и так далее. Поэтому принятый во втором чтении законопроект, он как раз таки является примером того, как активизировались и депутаты, и ученые в работе над поправками. Принято 68 поправок, моих в том числе в соавторстве и персональных более 30, в том числе, например, согласование с президиумом Российской Академии наук директоров научных учреждений, в том числе исключение нормы о возможной потенциальной ликвидации и так далее. Те поправки, которые представители РАН предоставили в комитет к второму чтению, я их изучил, могу сказать, что не обязательно нам возвращаться ко второму. Ну, например, предложение о совмещении постов главы Российской Академии наук и предлагаемого агентства по управлению имуществом Государственных Академий наук в одном лице, оно уже учтено, уже президент об этом сказал и предложил Владимиру Фортову занять пост руководителя агентства. Смысл учитывать это в законопроекте я, например, не вижу. Далее предлагают дать возможность Академии наук и закрепить это на законодательном уровне, финансироваться в том числе и из зарубежных источников. Но давайте определимся, это Государственная Академия наук Российской Федерации или это какой-то международный клуб ученых. У нас есть все возможности сегодня финансировать развитие отечественной науки. Поэтому мы ожидаем, что в осеннюю сессию в третьем чтении примем законопроект о реформе РАН и все будет с отечественной наукой хорошо. Не переживайте, уважаемые коллеги и общественности. Второй важнейший президентский законопроект о создании Российского научного фонда внесен. На осень мы планируем его принятие и в первом, и во втором чтении. Он обусловлен тем, что нынешние государственные фонды, это Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд, являются бюджетными учреждениями. Соответственно, они финансируются по смете, государственное задание и являются крайне негибкими инструментами по финансированию научных разработок. И созданный недавно фонд, например, прорывных технологий, который курируется вице-премьером Дмитрием Олеговичем Рогозиным, он направлен в первую очередь на финансирование разработок для оборонного комплекса. Поэтому президент внес законопроект, крайне важный, крайне нужный по созданию Российского научного фонда. Его основные задачи – это конкурсный отбор научных программ и проектов по направлению перспективных исследований. Наполнение фонда будет не только из государственного бюджета, но и из бюджетов государственных корпораций, которые заинтересованы в создании новых технологий и новых разработок. И, кроме того, через фонд будет оказываться грантовая поддержка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...